Всем привет! Меня зовут Сергей и мы с вами продолжаем изучать детишек рассвета, их оружие и модули, но данная серия будет посвящена чистым модулям, а также новой кабинке. Кабинка Квант, управляющая отсек экспериментального летательного аппарата, приспособленный для перемещения по поверхности. 1500 очков мощи, скорость двигателя, максимальная скорость и мощность вы сами видите, грузоподъемность 5000, предельная масса 10 тысяч, практически в два раза меньше, чем у того же Горбуна. 11 энергии, 90 структуры, масса 725 килограмм. Кабинка имеет перк, если машина не получает повреждений в течение 10 секунд, урон от энергетического оружия увеличивается на 20%. Такой бонус, как мне кажется, лишний раз намекает нам на то, что на различных ховерах с этими энергопушками и так далее, в лобовую лучше не лезть. А с учетом того, что теперь еще и подъехал щит, который включается на определенное время, щит Эгидо Прайм, который мы его тоже с вами сегодня обязательно рассмотрим в подробностях, и этот щит тоже действует ограниченное время, это вдвойне уже говорит нам о том, что в лобовую на этих крафтах особо никуда не полезешь, и это будут только какие-то короткие стремительные атаки. Короткими перебежками из угла в угол, быстрое наступление и такое же быстрое отступление. Но опять же, чисто в теории. Доедет до лайв-сервера, тогда уже будем смотреть все непосредственно на практике. Микрофабрика Genesis содержит запчасти и агрегаты для моментальной сборки небольших механизмов, увеличивает количество запусков любых турелей и дронов на 25%, при уничтожении взрывается и наносит 400 урона в радиусе 5 метров. 400 урона в радиусе 5 метров, не так-то и мало. Это практически синяя боеукладка, которая наносит 500 урона на 5 метров. 25% У нас в одном установщике дрона атакующего, который теперь называется АТ-12 Сокол, имеется 4 этих дрона, но при установке фабрики их ожидаемо становится 5 штук. Забавно. Теперь мы сможем, кстати, строить самолеты для того, чтобы с этих самолетов запускать другие самолеты. Если честно, лично для меня появление такого модуля в игре как минимум странно. Я редко видел ситуации такие, когда у дроновоза кончались дроном. Обычно либо дроновоз всех убивал, либо убивали самого дроновоза. Но теперь с этими 25% станет еще больше атакующих, еще больше этих самых шахидов, еще больше аутистов, но вообще всех дронов станет еще больше. Они, наверное, будут вообще по откату забрасывать нас своими исчадиями. А может быть и нет. Посмотрим, как все будет реализовано по факту. Прицел нейтрино. Два уровня приближения и подсветка критических областей цели. То, что нужно опытному снайперу. Также увеличивает радиус обнаружения врагов до 400 метров. Вот так. И радар тебе и все подряд. 275 очков мощи. Единица расхода энергии. Странно. У синего, кстати, тоже единица расхода энергии. Сейчас посмотрим, что делает этот нейтрино непосредственно в бою. Но мысли о логически, фиолетовый все же прицел, может быть, должен был бы жрать и две единицы. Хотя инвизы те же у нас тоже жрут по одной единице энергии, так что хрен его знает. Встроенная система датчиков уделяет взрывоопасные модули видоискателей прицела. Давайте посмотрим непосредственно в бою. Да, есть одно маленькое но во всей этой истории. Я забыл переназначить дроны и прицел на разные кнопки. Ну да и ладно. Я, в принципе, не за победой здесь, а просто ради того, чтобы потестить. Так, смотрим. Да, вот сразу и все выделяется, все сразу видно. Куда врагу стрелять? Как врагу стрелять? Что у него там? Дроны мои уже атакуют. Это хорошо. С дронами мне, конечно, такой прицел особо не нужен будет, потому что навряд ли бы у дрона ориентироваться непосредственно на прицел. Но, тем не менее, то, что этот прицел будет помогать по такой схеме, это да, это действительно. А владельцы скорпионов такому прицелу, наверное, обрадуются очень-очень сильно. Конечно, они обрадуются такому прицелу. Да и не только в принципе скорпионов. Давайте по-честному. Если он на вас выйдет какой-нибудь враг с любым оружием, с каким бы вы ни были, если вы нажмете одну кнопку этого прицела, хоть он и жрет одну энергию, но он сразу покажет вам все больные места, все самые-самые слабые и уязвимые места вашего противника, то это все же существенное и очень-очень существенное преимущество. Цветовая гамма забавляет. Цветовая гамма, конечно, реально забавляет, когда включаешь такой прицел. Но, как мы видим, если между вами и противником находится какой-то куст, подсветка есть, но находится какой-то куст, и эта подсветка, она не совсем, конечно, нивелируется, но тем не менее... Да нет, она все же нивелируется, эта подсветка врага не видно, за кустами никакой силуэт никак не просвечивает. Но это в принципе и хорошо, если было видно не только врага, но еще и все его слабые места сквозь кусты, то было бы вообще жесть. Тем не менее, сама эта отметка слабых мест, она все равно все показывает. Другой вопрос, что я сейчас не попал никуда, просто потому что Скорпион сам по себе бьет не со стопроцентной точностью. Но все видно, видны эти слабые места. На дистанции ты, конечно, не сразу сможешь понять вражескую конструкцию и понять, как ему стрелять, так чтобы сразу ударить по этим больным местам. Кстати, а вот сейчас ствол дерева, походу, скрывает от меня этот крафт. А сейчас опять видно. Странно, все это очень странно, все это очень спорно. Приедут модули на лайв, будем, ребята, еще много-много-много с вами все это дело тестить. Опять же, если у вас есть какие-то предложения по модулям, по ховерам, по всем этим новым запчастям, пишите в комментариях. Самые интересные будут отобраны и будет сделан по ним видос. А возможно, даже и несколько видосов. Эгидо Прайм Защитное Поле создает сферическое защитное поле, поглощающее любой урон от быстролетящих объектов и потоков энергии. Структура 112, расход энергии 3, масса 80. Структура 112. 112 это очень-очень мало, но, насколько я понимаю, нам этот модуль совершенно никто не заставляет держать его снаружи крафта. То есть, можно спрятать его куда-то внутрь, можно вообще закрыть его, наверное, деталями, да или нет. Давайте мы все это дело проверим. Ну, окей, я спрятал эгиду туда. И да, изнутри все равно этот щит совершенно спокойно включается, ничего ему не мешает, то есть, можно будет прятать его куда-то совсем-совсем внутрь. Давайте теперь разберемся, как он работает. Просто непосредственно при включении щита образуется вот такая вот сфера, но за пределы этой сферы некоторые детали так или иначе вылезают. Мне интересно, это просто какая-то визуалка или это действительно эффективный купол, и внутри именно этого купола, не купола, точнее, а шара, сферы, детали страдать не будут, а все, что выпирает снаружи, все попадет под раздачу. Не буду лезть в самый первый. Ай, зараза, попал по мне. Так, ладно, включаем и смотрим. Ну, что-то как-то да, вот, собственно, щит и потух. Да вот щит и потух, и все, весь урон, который он смог в себя впитать. Поехали по старинке, на колесах. Я щит сместил чуть ближе к носу, да уйди ты от меня, ботяра. Щит сместил чуть ближе к носу, сейчас доедем до врагов, я еще раз прожму этот щит и попробуем маленько танкануть, посмотреть, сколько этот щит выдержит. Ну, окей, поехали, давайте, бейте меня полностью. Забавно сделано от этого щита. И, кстати, урон сзади вылетает, да, мне отбивают хвост. Хвост начинает... Ой-ой-ой-ой, турели. Хвост находится за пределами щита, хвост отбивают сразу. То есть, все то, что находится за пределами щита, все это не защищено. Но и сам щит, как мы видели, особо-то и не спасает. Я специально влетаю в толпу врагов, просто потому что многие ругались в комментариях, что появится этот щит, можно будет в одиночку там лезть на толпу. Вот, я два раза подряд в одиночку вылез на толпу, и вы сами видели, чем это заканчивается. Анимация у щита забавная. Туда, где попадают пули, бьет какая-то молния, по ходу дела, которая эти пули тут же уничтожает. Опа, щит погас, я пополз. В общем, принцип действия мы с вами посмотрели. Будем ждать уже, так сказать, ребалансов, утряски, усушки и всего тому сопутствующего. Единственное, на чем я еще хотел бы акцентировать внимание, это на звуке этой кабины. Забавный, специфичный, такой обособленный звук. Но, наверное, было бы очень странно, если бы кабина этих детей рассвета выдавала какой-нибудь стандартный звук. У него вон сзади такое ощущение, что тоже свой движок установлен. Есть еще парочка очень и очень интересных модулей, но на данный момент это все анлоки, которые я могу вам показать, ребята, как только будет доступно больше для просмотра. Так, сразу мы с вами и сядем за изучение следующих деталей. Опять же, если у вас есть какие-то предложения, идеи по поводу ховеров, по поводу пушек, по поводу модулей, которые мы с вами посмотрели, жду все эти предложения в комментариях, самое интересное посмотрим в отдельном видосике по поводу сервера. Очень многие спрашивали в комментариях, отвечу сразу всем. Это отдельный Таргемовский пиар-сервер, и попасть сюда можно в прессе по доступу от разработчиков. Больше никак. Есть у нас еще тестовый сервер. По поводу того, как попасть на тест-сервер отдельный, также есть информация на форуме. Я, правда, не знаю насчет того, работает ли сейчас тут сервер или нет, я на нем не был, но информация на форуме там точно есть, как попасть на тестовый сервер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok